Их называют мечтой поэтов, гордостью королей и любимцами сентиментальных барышень. Сегодня у нас в гостях уникальная порода собак, американский кокер-спаниель. И их заводчица Елена Ваганова очень рада вам ее представить. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, Елена, про эту породу. Вот сейчас, между прочим, Драйв, так зовут нашего гостя, сидит спокойно. На самом деле, разнес почти всю студию. Какая это порода? Активная, спокойная? Это очень активная порода. Она очень любит общаться с людьми, она, в принципе, любит весь мир. Она очень любвеобильная, она очень ласковая, она очень дружелюбная, она очень игривая. Это уникальная порода в доме, где есть дети. Вот-вот-вот. Я хотела спросить, какой семье именно подойдет такая порода, чтобы наши зрители, если сейчас набирать собаку... Именно там, где есть дети. Это просто потрясающая собака в доме, где есть дети. Послушный? Иди сюда, Драйв. Они очень послушные. Они очень послушные, они любвеобильные, они общительные, они хотят общаться со всеми, они хотят любить весь мир, они... Ну, это вот само добродушие. И если когда-то мне вот начинают говорить, что, например, американский кокер кусает своих владельцев, я считаю, это совершенно ненормально, нетипично для породы. Это либо очень большие упущения в воспитании, либо что-то очень плохо с генетикой совершенно. Как ухаживать за этой породой? Потому что я смотрю, волосяной покров значительный у собаки. Да, конечно. Ухаживать за этой породой надо. Эта собака очень часто моется. Мыть ее нужно идеально. Для идеала нужно мыть раз в неделю эту собаку. Очень большая ошибка людей, когда они говорят, нужно чесать собачку каждый день. Вот это огромная ошибка. Чесать эту собаку не надо каждый день. Волос тогда будет ломаться, и он будет везде. На самом деле, эта собака не линяет. Снизу она линяет только вот здесь спина. Ее либо триммингуют, либо в домашних условиях просто стригут. А так собачку ухаживать несложно, если, в принципе, ну, раз в неделю мыть. Ага. Тогда она моется, расчесывается, фенится и касается до следующей недели. Какие надо приобрести расчески? Вот такая расчесочка, которая пуходерочка, которая снизу вверх вот это все расчесывает. И если какие-то небольшие колтуны, вначале вот здесь крупной. Давай здесь посиди. Вначале вот здесь крупной, а затем убирается мелкой. Здравствуйте, здравствуйте. И все, и остатки убираются вот этой пуходерочкой. Ну и, естественно, еще применяются ножницы. Без ножниц, конечно, никак. Потому что американский кокер обязательно моется, обязательно стрижется. Друзья, посмотрите, какой он очаровательный, добродушный. Я считаю, что если к вам в гости, если придут незнакомые люди, то вот этот вот псиночка сразу вызовет восторг. Давайте поговорим о щенках. У нас ведь здесь еще маленький представитель породы есть. Во-первых, сразу вопрос у меня появляется. Они могут быть не только черные, но и светлые? Да. Гамма окрасов в этой породе очень многообразно. То есть на любой вкус и цвет. Они бывают черными, черно-подпалыми, палевыми или, как в народе их называют, бежевыми, там, всяким вот таким. Правильно? Это окрас называется палевым. А только два, да? Он, нет, он может быть, я расскажу вначале о палевом окрасе, он может быть от очень светлого-светлого, прямо платиного окраса до ярко-ярко-рыжего. Но это все правильно называется палевый окрас. Дальше они бывают шоколадные, шоколадно-подпалые. Ой, то есть вообще на любой вкус. Это однотонные собаки. И еще есть окрасы у американского кокера, это цветные. Цветные собаки – это белый фон и различные пятна. Например, бело-черный, бело-черный с подпалом, бело-шоколадный, бело-шоколадный с подпалом. То есть гамма окрасов у них очень велика. Друзья, я раскрыла секрет реабилитации после тяжелого трудового дня. Вот так вот кладете кокера, вы начинаете читать, чесать ему пузико. Совершенно верно. И все, любой случай. Пойдемте познакомимся с щенком. Пойдем? Пойдем. Пойдемте. Это девочка. Палевого окраса. Они вот из таких вот маленьких вырастают, вот в таких вот огромных непоседах. Да, 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 вот такие они вырастают. Ух ты. Вот такая няшка. Ух ты, ух ты. Вот такая няшечка замечательная. И вот в каком возрасте этого щенка лучше брать? Она уже игривая, она уже активная, она уже любвеобильная. Это сколько? Ей сейчас около двух месяцев. А ей уже поставлено 29-го, ну буквально сегодня какое часу? Вот 29-го и будет 2 месяца. То есть ей уже вчера поставили первую привилочку. То есть собачка уже начинает быть. Да, любовь какая. А вот который у нас драйв был, который уже сейчас исчез из нашей студии, уже пошел расследовать места остальные. Да сколько ему? Сейчас мы его позовем. Ему 3,5 года, это взрослая собака. Больше не вырастет, да? Он очень титулованный. Да, он уже очень взрослый пес. В общем, друзья, если вы вдруг решили завести себе собаку, с которой вы сможете гулять, ходить, оставлять детей, это без сомнения американский кокер-спанель. Да, сегодня мы знакомились с этой породой. Посмотрите, это рубрика «Ми-ми-ми». Посмотрите, какая красота к нам с утра приходила вместе с заводщицей Еленой Вагановой.